Три сестры Значит так, девочки, на сегодня план таков. Я иду по комнатам и собираю все, что вчера не собрали. Ты идешь на охоту, бьешь ботов. Слишком высокий уровень не бери. Бери тех, кто помладше, чтобы зря банки не тратить. Поняла? Да, поняла. Тебе нужно пройти хотя бы один уровень. Теперь ты. Соберись, тряпка! Тебе надо собрать клан и объявить, что в 14.00 большая битва на поляне заклятий. Я прошу прощения, но шеф сказал, что сегодня в 14.00 совещание, и все должны быть обязательно. Черт! Черт! Вечно он лезет со своими этими оперативками в нашу работу. Так, меняем стратегию. Битва состоится на час раньше, и сегодня, девочки, простите, без обеда. Итак, логиньтесь и поехали. Девушка, девушка, что с вами, вам плохо? Вот правда же говорят, что официант может заглянуть в душу. Девушка, вас откуда вы узнали, а? Уборщица была в туалете. Рассказала. А ты меня лю? Я тебя лю. А ты меня? И я тебя лю. Молодой человек, купите девушке цветы. Цветочки! Да ну, они у вас не свежие. Да как не свежие? Только что с кладбища. Ты что, мужик, с какого кладбища? С лесного, тут недалеко. Может, мне нравятся розы? Я сейчас гвоздики принесу. Красивая женщина нравится глазам, а добрая – сердцу. Одна бывает прекрасной вещью, а другая – сокровищем. Наполеон Бонапарт. Доброе утро. Ну и чем вы сегодня объясните свое опоздание? Со мной такое сегодня приключилось. Даже страшно вспомнить. Лифт сломался. Не этот. Дома у меня, в подъезде. Пока он сломался, пока вызвали лифтера, пока приехала служба ремонта, пока двери открыли, пока отремонтировали. Страшно было, из квартиры вы идти. Из лифта вы хотели сказать? Да нет, я дома была, пока лифт чинили. Так в лифте вы не застревали? Да Господь с вами, скажете такое. Нет, конечно. Я еще из квартиры не вышла, пока он сломался. Так чего же вы опоздали? Трудно догадаться. Куда я с седьмого этажа на таких каблуках? Интересно. Трудно догадаться. Ребята, привет. Простите, с этими скидками, это такие распродажи капец полные. В магазинах очереди. Мы недолго? Еще бы чуть-чуть и... Точно. Опоздали бы. Так, мой маленький олимпиец. Программа наша сегодняшняя такова. Приседания, выпады... Бассейн. Нет, сначала бег, а потом бассейн. Скажите, тренер, а правда, что вода, она как линза, все увеличивает? Ну, конечно. Это физика? Да. Угу. А научите меня плавать на спине. Красивая женщина. Общее достояние. Некрасивое наказание мужа. Антисфен. Ты представляешь, познакомилась недавно с парнем. Ммм. Но он мне не очень нравится, и не знаю, как от него увежливо отделаться. Ты знаешь, я в таких случаях обычно делаю так. Говорю, а не хочешь ли познакомиться с моими родителями? И парней как корова языком слезала. Ты уверена? Я тебе так скажу. Умная девушка всегда в чем-то сомневается. Только дура может быть уверена в чем-то полностью. Ты уверена? Абсолютно. Утюг. Блин. Надо в зеркало посмотреться. Все. Сумга. Сумга. Вроде все. Выходной сегодня. Мы три сестры сведем с ума. Подруги и соперницы, любви и игра. Мы три сестры. Ой, обожаю в поездах чего-то вкусненького потрескать. Ой. А ты знаешь, что половина женщин срываются со своих диет именно в дороге? Ой, чего это вдруг? Да потому что они не следуют своему привычному расписанию и все усилия на смарку. Вот, например, у тебя. Что сейчас по расписанию? У меня? Угу. Так, сегодня понедельник. Десять часов утра. У меня бег. Вот. Точно. Ты права. Пойду побегаю. Давай, давай. Выше ноги. Эй. Ну ты что делаешь? Как что? У меня по расписанию обед. Идеальные женщины – это шахматистки. Они могут часами молчать, хорошо следят за фигурами и знают много интересных позиций. А шот на донян. О, опять эти с города приехали. Ты посмотри на них, а. Разоделись в непонятно как. Куда только их родители смотрят. Сталина на вас нет. Одним словом, проститутки. Привет, бабуля! Здравствуйте, внучки мои. А с кем ты тут разговаривала? Ой, мы в молодости лет сорок назад с моей подругой приехали из города в деревню. И я вспомнила, какими словами у нас тогда местные жители встретили. АПЛОДИСМЕНТЫ Где ты была? Да вышла на улицу, а назад не хотели впускать. Мол, нет печати клуба. Пришлось еще раз заплатить. Ничего себе! Только я не понимаю, что обозначает свинов номер 14. А, так это свиноферма номер 14. Да у них здесь все такое, из подручных срез. У меня вообще бухгалтерия. Ладно, пойдем домой, а. Пойдем, у тебя номерки? Нет, ты же сдавала в гардероб куртки. Точно. Так. Это твой? Это мой. Пошли. О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, пока хоть одна из них останется на земном шаре. Буфле. Ой-ой-ой. Извините, не получилось. Ну и что? Как тут у нас дела? Да как-то плохо. А сколько ты раз колола? Раз в двести. Ну ты же сама сказала, колоть пока не научишься. Я сказала пару-тройку раз. А не набивать татуировку. Точно, на русалку похоже. А что теперь делай? Что, что делать? Дорисовывай хвост. Скажем, так и было. Может, не заметят. Сейчас будет больно, мужчина. Тогда сюда. Ужасного вам утра. Утрожалки, ленивые людишки. Не желающие работать. А желающие только лежать в своих постелях до последнего момента. Отвратительного вам кофе. И плохого настроения. Всем. С вами радио Блондинка ФМ. Запомните. Блондинка ФМ. Это название. Ты чего? А что? Да про нас никто ничего не знает. В интернете ничего не сказано о нас. Кому мы вообще нужны? Ну а если кто-нибудь случайно наткнется на нашу радиостанцию и в эфире услышит вот такую сумасшедшую ведущую, что тогда? Вот. На это у меня и расчет. Кто-то услышит, а это сенсация. Это скандал. А нам нужен скандал для того, чтобы это вроде стало известно всем. И он передаст другому, тот следующему и так далее. И все захотят послушать. Девчонки, это сенсация, это феерия. Я же говорила. Грандиозно. Только что Барселона Реал обыграла. Есть. А ты, кстати, уволена за грубость в эфире. Наконец-то. Дорогие радиослушатели, наконец-то сенсация. У нас в прямом эфире только что уволили мою коллегу, радиоведущую Рыжую. К сожалению, голубушка, вы ничего не знаете. Но я учила. А толку? Но я учила. Ваши знания нулевые. Я учила. Так, давайте зачетку. Профессор, может быть, как-нибудь договоримся? Нет, не договоримся. Вы меня не понимаете? Нет, не понимаю. Ну, как же вам объяснить? Я вам, а вы мне. Я вам, а вы мне. Женщина одновременно яблоко и змея. Генрих Геймер Че такое? Че умолчишь? Проблемки есть, а? Есть. Опачки, есть проблемки. Значит, хочешь поговорить, да? Давайте поговорим. Юрий Петрович, вот человек, у него проблемы, он хочет поговорить. Бегу, бегу. Здравствуйте, я психолог. Это очень хорошо, что вы признались в наличии проблемы. Мы сейчас с вами поговорим и все решим. Да, возьмите. Мои ассистентки. Так вот, если возникла проблема, первое, что нужно решить, это истоки. Гениально, гениально, прекрасно, прекрасно, спасибо. Мы вам позвоним. До свидания. Следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите поближе сюда. О, да, достаточно. Я хочу у вас фокусы показывать. Да? Да. Я умею доставать из шляпы кролика. Очень интересно. Ну, пожалуйста, доставайте. Раз, два, два, чуфыр, чуфыр, тримс, балалай. Оп. А-а-а-а. Это шутка. Сейчас. Оп. Это, сейчас, сейчас, это моя тетрадочка. Сейчас кролика найду, ага. Вот. Раз, два. Вот, это плойочка для волос. Сейчас, сейчас все найдем, сейчас. Блин, помада. Еще одна. Ёки-палки, как в женской сумочке. А, конфетка. Это для вас. Вот. Сейчас найду, сейчас. Где же этот, вот. А-а-а. Это не то. Блин, где этот кролик? Девушка, спасибо, спасибо, достаточно. Подождите. Достаточно вы свободны. Подождите, я еще, еще могу фокусы показывать. Вот, палец уберу. Смотрите. Девушка, не надо пальцем. Сейчас, подождите. Секунду. А-а-а. Да-а-а. Не надо, девушка, не надо. Вы свободны. О, боже, что вы делаете? Сейчас, подождите, еще. Смешно, смешно. А-а-а. Червячок. Червячок. Два червячка. Они это, целуются. Дети, дети червячков. Девушка, вы свободны. Вы нам не подходите. Вы свободны. Забирайте свой реквизит. Чш. Женщины мастерски владеют искусством перевязывать раны. Почти так же, как искусством наносить раны. Дарвиль. Ну, вот почему так долго? Э-э-э. Мне кажется, я косметику в магазине выбираю быстрее, чем мы летим. Это точно. В любом случае, мы не можем прыгать без инструктора. Да уж, без него никак. Вот почему бы не отложить все свои дела на потом? Вот скажи. Все его должны ждать, видите ли. Уже полчаса в воздухе летаем просто так. А все из-за нее. Да, и правда. И зачем она нашего инструктора отвлекает? Бессовестная! АПЛОДИЯ НЕГЛАМА АПЛОДИЯ НЕГЛАМА АПЛОДИЯ Ну, как тут на земле? Нормально, а как прыжок? Да, как всегда, профессионально, выпрыгнула, свободное падение выдернула, парашют раскрылся, мягкая посадка Первый раз с парашютом прыгаешь, да? А что, заметно, да? Вообще по глазам видно, еще все, кто первый раз прыгает, такой же след от сапога, как у тебя Где? А, это, это наш инструктор нас это подбадривает Привет, дорогой! Привет! А где Димка? А Димка занят, он в ночную смену работает Да ладно, не расстраивайся Да ну, чего ты расстраиваешься, мы втроем прекрасно проведем время Да? Да? А ты что, выдержишь, жеребец? Да ладно тебе? Димка ни о чем не узнает Так, это, Димка мой друг, и давай, закроем эту тему Блин, да тебе может вообще в жизни такой шанс уже не попасться Вы нормальная? Меня кто-то спросил? Ты же сама говорила, что фантазировала на эту тему Да фантазировала, но с Димкой Что? Что? Ну, это было один разочек, и вообще я сказала тебе по секрету А Димка сказал, что это не секрет Ах, один разочек, а ну давай, давай, выметайся из моей машины Ну че, поехали ко мне? Отомстим Димке Независимая женщина Это женщина, которая не нашла никого, кто хотел бы зависеть от нее Саша Гитри Девчата Подключайтесь Я уже тебе голову сломала Ну, ставь задачу Короче Наш жених хочет, чтобы его свадьба была с изюминкой Но что я ему только не предлагала, ему ничего не нравится Почему? Почему? Потому что говорит, что в моих идеях нет изюминки Ладно, хорошо, хорошо, какое количество гостей? Со стороны невесты 100 человек, со стороны жениха тоже 100 человек Есть! Есть вариант Предложи ему пригласить еще 100 человек С чьей стороны? Со стороны ОМОНа Представляете, девчонки? В разгар свадьбы Забегают 100 человек В одинаковых масках И кладут всех лицом в пол А в чем изюминка? А потом мы проводим конкурс На самые чистые штанишки Ну, купи, купи, купи А значит, вместе навсегда Мы три сезда ума Подруги и соперницы Любовь и игра Чулки менее любят Кум раскололся, сори Чтобы было по асфальту И взгляды задевают беленькую кожу Давай, давай, помнишь Чтобы все праздники Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...